Привет! Сегодня мы поговорим о детской дебетовой карте Тинькофф Джуниор. Из этого видео вы узнаете об условиях карты Джуниор, узнаете о том, как пользоваться картой, как открыть копилку, какие есть дизайны карточек, как заказать и получить карту. Разберем плюсы и минусы карты и, конечно, вы узнаете, как получить заветный бонус в виде 500 баллов при оформлении данной детской карты. И, кстати, если хотите заказать такую же карту Тинькофф, то сделать это можно будет по ссылке в описании под этим видео. Тинькофф Джуниор – это бесплатная дебетовая карта для детей до 14 лет. Данная карта имеет отдельный счет, который привязан к родительской карте Тинькофф Блэк. Теперь не нужно больше искать наличные на карманные расходы, а можно просто перевести деньги на детскую карту. Так ребенок сможет с малого возраста приучаться к финансовой грамотности, сможет совершать покупки карты, снимать наличные, пользоваться интернет-банкингом для детей, а также сможет открыть счет-копилку и собирать на свою мечту. Также есть преимущества и для родителей в виде родительского контроля. Так в приложении Тинькофф для взрослых вы сможете отслеживать все операции по карте ребенка, так как все они будут отображаться в аналитике. Кроме того, вы будете знать места, где ребенок совершил покупку. Плюс в некоторых магазинах по типу «пятерочки» и «магнита» можно просматривать детали покупок, где видно, что именно было куплено. Так, например, можно будет увидеть, если ребенок покупал всякие вредности. Выходит, что это отличный способ контролировать и оберегать своего ребенка. Также родители смогут задавать для своих детей специальные задания с денежным вознаграждением. Работает это так. В приложении Тинькофф необходимо выбрать счет ребенка и во вкладке «задание» нажать на кнопку «новое задание». Затем можно выбрать из существующих заданий, к примеру, убраться в комнате, вынести мусор, заняться спортом и так далее. Но можно также создать и свое уникальное задание. Затем указываете сумму вознаграждения и задание появляется у ребенка в приложении. Когда задание будет выполнено, ребенок отмечает в приложении. Родителю придет уведомление о выполненном задании. Вознаграждение не переводится ребенку автоматически. Родитель сначала может проверить, действительно ли задание было выполнено. А для отправки денежного поощрения, родитель выбирает счет, с которого хочет перевести деньги и отправляет своему чаду. Деньги поступают моментально. Ну а теперь давайте пробежимся по тарифам карты и основным комиссиям, коих почти нет. Итак, карта полностью бесплатного обслуживания. СМС-оповещения также бесплатные. Снятие наличных без комиссии, правда в месяц, можно снять с нулевой комиссии до 20 тысяч рублей в любых банкоматах, как Тинькофф, так и банкоматах других банков. Причем, можно снять хоть 100 рублей и при этом с нулевой комиссией. А вот то, если за расчетный период превышен лимит в 20 тысяч рублей, тогда свыше этого лимита будет действовать комиссия 2% от суммы, но минимум 90 рублей. Переводы с карты Джуниор бесплатные. Естественно, при переводах по номеру телефона через систему быстрых платежей. Также комиссия не взымается при переводах по реквизитам счета и по номеру карты. Но если переводить по номеру карты, то без комиссии можно переводить в месяц до 5 тысяч рублей. А далее будет действовать комиссия 1,5% от суммы перевода, минимум 30 рублей. Выпуск, перевыпуск карты плюс ее доставка будут полностью бесплатными. По карте Джуниор имеется кэшбэк, который начисляется баллами. Накопленными баллами ребенок может компенсировать покупки в интернет-магазинах и кафе. Деньги за такие траты вернутся на счет. Курс обмена 1 балл равно 1 рубль. Итак, кэшбэк можно получить до 30% за покупки у партнеров банка, 2% в интернет-магазинах и 1% за все остальные покупки. А за месяц можно накопить до 2 тысяч баллов. На главной странице приложения видно количество баллов, доступных для компенсации. Покупки, за которые можно вернуть деньги, отображаются в истории операций по карте и отмечены специальным синим значком. И кстати, вот обещанный бонус. Если заказать карту Тинькофф Джуниор в классическом дизайне по ссылке в описании, тогда банк начислит 500 баллов после активации карты. Согласитесь, что это довольно приятный бонус. Предположим, ваш сын мечтает о велосипеде. Так пусть это станет его целью, а не вашей. Ребенок может создать счет-копилку в приложении и переводить туда деньги с карты Джуниор. Тогда у него появится стимул лишний раз отказаться от фастфуда и отложить сэкономленные деньги на свою первую финансовую цель. А Тинькофф Банк добавит 3% годовых за каждый день хранения денег на счету. А если у родителя будет оформлена подписка Тинькофф ПРО, тогда будет действовать 6% годовых. Приведу простой пример. Предположим, первый взнос на копилку будет 500 рублей. А далее ребенок ежедневно будет переводить на копилку по 100 рублей в день на протяжении года. Так за год будет накоплено 38 тысяч, среди которых банк начислит 1644 рубля при процентной ставке 6% годовых. С дизайном все просто. Карта Джуниор представлена в различных дизайнах и ребенок сам может выбрать внешний вид своей будущей карты. Можно оформить карту в классическом стиле. Около классическом стиле. Это например как у меня. Но также есть и прикольная карта от Славы Марлоу. Плюс к ней еще в придачу идут такие симпатичные стикеры в Телеграм. Ссылку на такой дизайн карты также оставлю в описании. Тинькофф Джуниор это детская карта, которая привязана к родительскому счету. Поэтому если у родителя нет карты Тинькофф Блэк, представитель банка Тинькофф привезет вместе с детской картой и карту Блэк. Если что, на канале у меня есть отдельное видео про эту карту. Лично я сам пользуюсь картой Блэк и искренне доволен данным продуктом. При встрече с представителем банка не требуется присутствие ребенка и никаких документов по типу свидетельства о рождении также не нужно. Плюсы и минусы. Начнем пожалуй с минусов, так как их я насчитал всего два. Это лимит в 20 тысяч рублей на снятие наличных без комиссии, свыше лимита будет действовать комиссия. Но будем честны, что и этой суммы должно в принципе быть достаточно. И второй минус по карте это то, что нет возможности выбрать 3 повышенные категории для кэшбэка. Теперь озвучим плюсы по данной карте Джуниор. Первое это бесплатное обслуживание. Второе бесплатное смс информирование. Третье снятие наличных без комиссии. Четвертое переводы без комиссии. Пятое есть отдельное детское приложение. Шестое родительский контроль для трат ребенка. Седьмое предусмотрен кэшбэк. Восьмое возможность завести копилку. Девятое это то, что ребенок с малых лет может обучаться финансовой грамотности. И десятое это бонус в виде 500 рублей после активации карты, если заказать ее по ссылке в описании. Так как по ней откроется сайт с уже встроенным промокодом. Что ж детская карта Джуниор это отличный финансовый инструмент, который позволит вашему ребенку совершать покупки по взрослому. Плюс при помощи карты можно копить деньги и они смогут приносить у 3 до 6 процентов годовых. А обычная копилка дома этого не имеет делать. Также ребенок прокачает свою финансовую грамотность и будет с малого возраста понимать как правильно пользоваться банковской картой. Что ж, а я напоминаю, что в описании под видео оставлю ссылки по которым можно оформить карту Джуниор Онлайн. А на этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok